Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Для парня друзья важнее, чем я. Мы встречаемся два года и видимся всего один раз в неделю, так как у нас обоих дела. Я не против его провождения с друзьями. Сегодня у него день рождения, я очень хотел вас не видеть, а он сказал, что едет в друг к друзьям. И увидеться не получится. Можно же было и мне время выделить. Когда я пытаюсь об этом поговорить, он пишет, что я себя накручиваю. Мы с ним планируем совместное будущее. Я понимаю, что это именно тот человек, с которым я хочу провести всю жизнь. Нам по 19, может, он еще не поверослел. Я готова с этим мириться. Но мне кажется, что это просто не совсем нормально. Собственно, в чем ваш вопрос заключается? Здесь не очень, я бы сказал, понятно, какого ответа вы ждете от, собственно, психолога. Ответа, какого вы хотите и какой вопрос, собственно говоря. Потому что первый шаг к решению, скажем, проблемы любой, это постановка вопросов. И у вас, я могу сказать, с неким таким, с сожалением, вопрос не. Поэтому давайте разберемся. Я думаю, что здесь вашей такой ошибкой является то, что вы пытаетесь сравнивать. То есть вы сравниваете друзей и себя. Вот, на мой взгляд, это совершенно не сравнимые вещи, да, на мой взгляд. Ну, как бы, есть вы и есть его друзья и, соответственно, значит, ну, разные, как бы, роли, вот, разные черты личности человека проявляются. Вот, поэтому я не думаю, что можно сравнивать. То, что он выбирает проводить время с друзьями, а не с вами, ну, на мой взгляд, говорит о том, что, значит, вот такие у человека ценности, да. То есть такие ценности, что, друзья, на первом месте есть целая такая система установок, вот, ага, согласно которой, значит, женщина приходит и уходит, а как бы друзья остаются. И многие мужчины этим руководствуются, многие мужчины считают это справедливым и, соответственно, придерживаются такой истории, что женщина, вот, женщина-женщина, а друзья-это друзья. И здесь для вас я вижу большую проблему в том, что вы не можете, значит, выстроить со своим мужчиной именно дружеские отношения. Вот. То есть я в этом, вот, в этом я вижу довольно серьезную проблему, вот, для вас. И полагаю, предполагаю, что связано это с тем, что вы взаимодействуете друг с другом больше на гендерных основаниях. То есть как мужчины и женщины. Вы говорите о том, что планируете с ним свое будущее, то есть, ну, что это такое планировать свое будущее. Это вот, вероятно, как раз история про позиционирование некоторое себя, да, как, значит, ну, там, жены его, например, а его, соответственно, как мужа. То есть вот подобное проявление, да, на мой взгляд, мешает более полному взаимодействию между людьми, да, ограничивает их взаимодействие и, соответственно, подталкивает мужчину, например, к своим друзьям. Потому что с ними он может раскрыться с другой стороны, так как с женщиной не может, именно потому что не выстраивается отношение с женщиной на основании дружбы. Вот. Соответственно, подобная разница в ценностях, да, когда вы шипаете о ШПО, значит, вы должны быть на первом месте. Он говорит о том, что друзья должны быть на первом месте. Это разница во взглядах, разница в ценностях и вам действительно нужно определиться, как вы к этому относитесь. То есть не оценивать, да, нормально это или нет, а именно смотреть, как вы можете, как вы к этому относитесь, как вы к этому хотите относиться. Вот. И, соответственно, уже исходя из того, как вы могли бы к этому относитесь, вот, и действовать. Возможно, только возможно, что вас эта ситуация в целом как-то задевает. Вот. То есть, ну, вам она, точнее, вас она мотивирует считать себя там, условно говоря, ну, хуже, вот, чувствовать себя отвергнутой. Вот. И тогда. То есть, это вот, ну, такой вот довольно неприятный, на мой взгляд, само собой аспект. Вот. И прежде чем, вот, прежде чем, значит, решать, как вы относитесь к этому. Ну, нужно сначала постараться увидеть вот этот момент, связанный с тем, да, не задевает ли вам. Если задевает, то сначала нужно решить, значит, проблему внутри себя. Да, как задевает, чем задевает, вот, например, вы говорите о том, что планируете с человеком будущее, ну, свое будущее. Вот. А при этом, ну, как будто бы, да, не полагаете сами на себя. Вот. Ваше будущее сейчас зависит от мужчин. Ну, вот. Подобнение самостоятельности является тревожным знаком с точки зрения психологии и свидетельствует об определенной проблематике. Во-первых, базовое недоверие себе, тревожное, заниженная самооценка, нарушение личных границ между нами и партнером, стремление к слиянию и так далее. Вот. Это все поражает довольно много негативных последствий для отношения. Вот. Ну, в принципе, уже, ну, уже, как бы, породило, можно так сказать. Вот. Поэтому, когда вы говорите о том, что, вот, например, вы пишете, что я понимаю, что это именно тот человек, с кем хочу провести всю жизнь, да. Вот здесь, опять же, есть ощущение, что вы больше здесь нацелены на себя, если чем на человека. В том смысле, что вам он нужен. Вот. Вот. То есть, вы демонстрируете здесь определенную нуждаемость в нем. Нуждаемость, это, соответственно, зависимость. Вот. Возможная зависимость у человека. И вот, вы демонстрируете зависимость в том смысле, что если человек нужен вам для себя, да, вот, то, естественно, его подобные проявления будут вызывать у вас неприятия, потому что, ну, вы, по сути, ну, начинаете бояться, начинаете бояться того, что человека потеряете, да, условно говоря, потеряете, и он будет не с вами. Вот. Соответственно, это тоже то, что может от вас вашего мужчину отвращать. Вот. Вот. Ну, просто потому, что это, скажем так, давление вызывает. То есть, мужчина шеет давление из-за вот тех аспектов, которые я обозначил. И, соответственно, инстинктивно хочется от этого немножко отстраниться. Вот. Соответственно, что вам нужно работать над теми проблемами, которые я сказал, это психотерапия, о которых я сказал, это психотерапия. И вам можно стараться стать для своего мужчины больше другом, нежели чем женой, там, не знаю, девушкой, да, и так далее. То есть, вот тогда, я думаю, что все будет в порядке. Вы задавались вопросом, почему вы не входите в число друзей вашего мужчины, да, почему он не берет вас к своим друзьям? То есть, как бы, ну, вот это вопрос того, собственно, что между вами общим. В общем, подумайте об этом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго и удачи. А буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует. Продолжение следует...